Кто будет в Турции? Турист или кто здесь живет? Есть такая сеть кофей, называется Алача Теп. Вообще, это туристическое место недалеко от Измира, тоже можете посетить, там очень классно. Такой греческий стиль, вот такая кафешка, я обожаю, именно здесь завтраки, здесь очень вкусная еда. Наверное, это наш завтрак, не суть, нет? Наш? Нет? Нет? Да-да, нет, нет? Нет. Не наш. Обожаю здесь завтраки, очень все вкусно. И вот сейчас покажу, как называется. Алача Теп. Адреса. То есть, кто будете туристами, здесь в Стамбуле, кто-то, девчонки уже это, наверное, знаете. Самые вкусные завтраки мне очень нравятся. Очень вкусно. Всегда все свежее, хорошо там прожаренное. Иногда бывают турецкие завтраки, кажется, много-много всего привезли, занесли, но сыр невкусный или что-то несвежее. Здесь всегда все на высоте. И я ела в разных, по разным адресам, в кафе разных, вот этой сети. Всегда везде одинаковое качество еды у них. Ну, по крайней мере, то, что я ела, попадала. Мне очень-очень нравится. У них очень классный, вкусный хлебушек. Я вам покажу горячий приносит. Боже, это, короче говоря, божественно. Мне очень нравится. Я вам всем-всем-всем очень советую. Да, не надо заранее холодить, пока не принесли еду. Как-то мне, честно говоря, не очень хлеб. Вот он, замечательные булки, они стрятают. Они просто тают во рту. Но сейчас они старые какие-то, они холодные. Обычно здесь горячие подают хлеб, и поэтому я разочарована. Это не то, что я ждала. Сейчас я еще жду на нененен, еду, тарелки принесли, поставили. Ну, на двоих это очень даже много. Вообще, вот этот классический турецкий завтрак на одного. Вот это вот все, по сути, на одного человека рассчитано, да? Есть просто еще больше. Ну, тут на двоих это точно. Это стоит 32 лиры турецких, вот этот завтрак. Классические турецкие яйца жареное там. Сыр. Забыла слово. Не важно. Чем колбаса. Джем всякие. Сыр, овощи. Оливки. Масло. Дикие утки здесь. Ну, конечно, вам, наверное, надоело, что я вам всякую природу показываю, но я просто природу люблю. Ммм, как морем пахнет вкусно. Какие камни огромные. Так, солнце припекает. Это первый теплый прям такой весенний день у нас. На солнце показывает 18 градусов. Но ветерок прохладный, конечно, есть. Так. А вот, знаете, какая-то трава растет. Но не трава, я не знаю, как это назвать. Может быть, вы знаете, в России есть такое, называется, заячья капуста. В лесу растет. Ее можно кушать. Немножко кисловатый вкус это имеет. Точно такое же. Какие-то толстые-толстые листочки. Мини-мини кустарник такой. Вода, конечно, грязная. Потому что вот здесь, походу, сток идет воды. С домов вот здесь прибрежных. Потом вода какая-то мутная. Ужас. Но утки огромедные. Я сейчас приближу, хоть и качество будет хуже. Утки прям селезни такие конкретные, домашние. Но они дикие. Вон их очень много. Так кто кричит-то? Вот здесь. Вот видите, дяденька идет. Без верхней одежды в рубашке. Здесь вот они даже спортивные тренажеры. О которых я вам видео год назад еще снимала, рассказывала отдельно. Ну, кстати, в России сейчас такие же есть. Я даже у себя во дворе дома видела, когда приезжала в Россию. Нас такие же поставили. Но никто на них особо не занимается. Там вон подальше детская площадка. Пахнет тут классно морем. Именно йодом в воде. Водой с йодом. Йодом в воде, как это назвать правильно, не знаю. В общем, вы поняли морской запах. И вон выход в море. Ребята, в преддверии туристического сезона. Я знаю, что вы уже сейчас начали заказывать билеты, бронировать отели. Я хочу вам сегодня представить первый кэшбэк сервис для путешественников, который называется Trip Let's Go. Сервис позволяет возвращать часть от стоимости заказов билетов, аренды автомобиля или бронирования отеля. Все, что нужно, чтобы начать пользоваться, это просто зайти на сайт, нажать кнопочку экономить, установить расширение и зарегистрироваться. Вывести средства можно любым удобным для вас способом. Это WebMoney, Kiwi, PayPal, MasterCard, Visa или Яндекс.Деньги. И среди партнеров сервиса очень много интересных компаний, таких как Booking.com, Купи билет, Hotels, Ozone, Online Tours, One2Trip мой любимый, Aviasales и многие-многие другие. Так что заходите, устанавливайте расширение, экономьте на поездках, ссылка в описании под видео. Мечта моего детства. Прокатиться на такой яркой карусели красивой. Но как-то сейчас мне уже, наверное, даже было бы стыдно туда попробовать залезть. Хотя муж мне предложил, говорит, хочешь попробовать? Я говорю, я очень хочу, но стесняюсь. Она так бесшумно, кстати, работает. Прикольно, очень красиво. И на видео она не такая красивая, она очень яркая. Я думаю, в вечернем свете, вот если бы она на площади где-то была, это было бы очень красиво, переливалось бы все. Клево. Тетяна-то билет на нее продает. 2 лиры 50 куруши стоит покататься. Сколько по времени, не знаю. Мне вот это прикалывает. Девочка на паровозике ездит, остановилась. Просто по кругу. Очень весело. А вон дальше поехала. Видите, какая скорость великая. Не подходите с Абью. На своем пути все. Ну, ей нравится, видимо, да? Ну, очень так медленно и прям по кругу. Оп, все, карусель остановилась. Помните, я летом снимала видео, когда ездила в Чанакале. И сегодня вот здесь выставка проходит. фотографии с тех времен, начало 20 века. И сегодня день, когда питает при Чанакале, закончилась война. По этому поводу сегодня здесь выставка фотографий. Я думаю, они, конечно, не оригинальные, а просто распечатанные. Потому что некоторые из них я видела в интернете. Вот эти окопы. Я их вам снимала. Кстати, это очень интересно. Это одно из таких мест, я много где в Турции бывала. Но именно вот это ощущение войны, как там все было. Вот эти окопы оставшиеся до сих пор. И могилы солдат. И австралийских, и турецких. Такие впечатления неизгладимы у меня. Это все оставило. Я вам ссылку, если вспомнить, где этот влог найду, я вам обязательно оставлю. Посмотрите. Начала говорить, не закончила. Я много где была, исторически всяких мест в Стамбуле, в Турции видела. Но вот именно в Чанакале самое такое впечатление произвело. Там ощущение создается, что все только замерло. Что вот-вот это может опять начаться. Такая атмосфера специфическая. И мне очень понравилось. Есть экскурсии туда. Но это не все туристы туда добираются, конечно. Для тех, кто знает обычно, кто интересуется историей или военным делом. Вот кто не бывал там, и вот есть у вас возможность, например, кто недалеко от Стамбула живет. Не пожалейте, потратите время, съездите. Это очень-очень захватывающе. Кстати, торговый центр «Карусель» называется по вот этой «Карусели», которая внутри. Я вам ее сейчас снимала. Вот видите, в турецкий флаг. Ну и за сегодня это и даты. Везде в интернете всякие поздравления. Песенки патриотические, все это отмечается. Вон так семейка. Это как семейка. Два мужчины, и они, походу, с внуком, с ребенком. На рыбаков не похоже. У них нет удочек. Они просто принесли стульчики, еду и сидят, отдыхают. Молодцы вообще, да, так? Деду или внука взяли, пошли гулять. Это мраморное море. Вот там слева, когда вы летите, приземляясь в аэропорту, это вы вот здесь пролетаете, там садитесь. Это район Белик-Тизу. И вон там, по сути, вот здесь это уже мраморное море, то есть заканчивается Босфор. И вот здесь небольшой отстойник. Здесь стоят корабли. Ну, они всякие разные здесь есть. Обычно они-то не грузовые, а что-то ожидающее. Тут вы не видите, но вот здесь на волнах дрейхуют чайки. Они рыхают. Кушают. Если там много чая к птичкам, значит, там много рыбы. Вот прям видно эти места, где птички приземлили. Значит, там есть чем поживиться. Да, это март месяц. Красота. Солнце очень хорошо припекает. Прям можно сесть позагорать, вот честно. Ну, конечно, в футболке не позагорешь, ветер холодный. Но припекает прям хорошо. Лицо, прям загореть можно лицо. Потрогаем воду. Надеюсь, ноги не замочить. Ой, 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 ой. Вода, конечно... Ну... Волна. Иди ко мне, волна. Не хочу ноги... Вода просто ледяная. Знаете, у меня дома холодная вода. Из-под крана теплее. Чем здесь в море сейчас непрогрета. ПОДПИШИСЬ! 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 ПОДПИШИСЬ!